Кому-то может показаться, что эти фотографии создала какая-нибудь нейросеть Но нет, чемпионат Ватикана вполне себе существует Причем уже больше полувека Я даже больше скажу, в него можно поиграть Когда я впервые увидел данный апдейт в мастерской Стима, я подумал, что это какой-то розыгрыш Но после, почитав информацию в интернетах, да, это реально правда Он существует и там есть интересные правила, о которых я сегодня вам расскажу Поиграем, посмотрим, как вообще это работает Приятного просмотра, комментарии, колокольчики, подписки приветствуются и храни вас Господь Как я уже сказал, в этом чемпионате довольно любопытные правила Главное из них, кто рано встает, тому... Ладно, сегодня будет... Точнее, не будет никаких шуток Иначе кто-нибудь оскорбится Потом начнется вот это вот А у меня летом другие планы Что же уникального в чемпионате Ватикана? На самом деле много чего Во-первых, здесь таймы по 30 минут Во-вторых, здесь играют только любители И право играть за эти команды имеют только работники разных государственных сфер Ватикана Поэтому логично, что в FM здесь нет ни одного футболиста Ну, это просто выдуманные ребята Причем они все несовершеннолетние Хотя... Вот здесь вот прям напрашивается кое-какая юмореска Но... Рот на замок Так как первые матчи чемпионата Ватикана Которые проводятся, между прочим, аж с 72-го года Заканчивались с хоккейным счетом Получается, FIFA божественная игра Здесь внедрили новое правило Можно заявлять одного легионера И это вратарь И в основном это вратари из разных любительских команд Италии Само собой, все это не прописано в правилах турнира Здесь есть некий вылет Куда, по мнению разработчиков этого апдейта, вылетают здешние команды? Низшего дивизиона попросту не существует Уж не ват ли? Здесь, конечно, есть раздел селекции Но из-за правил, которые я уже вам озвучил Он максимально бесполезен Я даже не могу отсортировать футболистов по заинтересованности Потому что здесь нет никакого персонала, кроме меня И, само собой, нанять никого я тоже не могу На балансе есть аж 5 баксов И это больше, чем у Пармы Ну, как считают многие религии, деньги это ничто Еще из любопытных особенностей этого чемпионата Здесь все, абсолютно все матчи проводятся, ну, получается, за рубежом Потому что в самом Ватикане, ну, логично, нет ни одного футбольного стадиона Ну, вот какой-то скромный стадиончик на 500 рыл Я так подозреваю, что все остальные команды, само собой, играют на нем же, конечно же И как будто бы этим ребятам мало футбола в чемпионате И они еще и кубок придумали Названный в честь Серхио Вальчи Который, между прочим, был президентом ассоциации футбола Ватикана Вот вы сейчас слушаете то, что я вам рассказываю И, наверное, думаете, что, скажи вам это вчера Вы бы решили, что это какая-то сказка Но, друзья мои, футбол, он велик, он везде Если это видео зайдет и наберет больше, чем 666 лайков То, возможно, время от времени буду выпускать такие вот FM-обзоры на необычные чемпионаты Удивитесь ли вы, если я скажу, что существует еще и сборная Ватикана? И вот здесь я процитирую, так сказать, источник Что Ватикан, одна из 8 международно признанных государств Сейчас сборная не является членом FIFA Всем остальных это кто угадает? Да никто, я перечислю Это Монако, Тувалуки, Рибати, Микронезия, Нору, Маршаловы острова и Палау Интересная информация, жаль, что через минут 5 вы ее забудете Не менее интересная информация, что в 2016 году сборная Ватикана проиграла Баруси и Мюнхен-Кладбах, да-да-да, с той самой Со счетом 21-4 Наверное, это грешно, но я загружу чит-тактику Дупо Дэдди Если что, эти чит-тактики я использовал только в карьере за тульские арсеналы То в самом конце, но вы помните Хотя, насколько я помню, все эти чит-тактики не спасли тульский арсенал от позорного вылета Хотел нажать быстрый выбор состава ассистентом и вспомнил, что ассистента нет Но как-то это получилось, не знаю, с божьей помощью, видимо Смотрите-ка, пошли первые местные регены, кстати Знаете, говорят, что у рыжих нет души Поэтому как-то удивительно, что он родился именно у нас в Ватикане А то, что у сборной Ватикана здесь логотип СНГ Это прикол от автора апдейта Вот прекрасный стадион на 500 человек Само собой, никто... А нет, есть один Даже двое Судя по их позе, вот такой вот Да, смотри Мне кажется, они из Петербурга Здесь, наверное, уместнее будет говорить не постараться, а помолиться И это не шутка, потому что в чемпионате Ватикана есть паузы на молитвы И еще одна довольно любопытная особенность местного чемпионата Здесь есть голубые карточки Они даются за нецензурную брань В случае получения голубой карточки футболист удаляется на 5 минут Наверное, ничья в этом матче будет справедливым исходом Потому что Господь велел делиться И вот, пожалуйста, мы делимся очками Пропускаем мы гол Наш защитник здесь откровенно зевнул И легионер-вратарь, да, единственный, так сказать, достойный футболист запустил Хорошую тактику дупа Дедди не назовут Пока там проматывается до конца сезона, я решил зайти на официальный сайт чемпионата Ватикана И что же я вижу? Вот одна из команд Будем откровенны, на 17-16-летних футболистов, которые были в этом апдейте Они не совсем похожи Здесь есть так называемый шоп И можно закупиться футболками Помимо футболок есть рюкзаки и кепочки Полный комплект В разделе новостей самая свежая новость за шестое мага И я не знаю, что это Ну, февраль, понятно Ну, либо март, либо май И вообще за последние полтора года всего 4 новости Уникальная фотография первого футбольного клуба в истории Ватикана Появившегося аж в 66-м году И взявшего свое название в честь, на секундочку, героя древнегреческой мифологии Гермеса Футбол в Ватикане начал зарождаться аж в 47-м году прошлого века И тогда появились первые мини-футбольные команды Но тогда это, так сказать, не вызвало восторга Дескать, это отвлекает от важных дел Про футбол забыли в Ватикане лет на 20 Если вдруг кого-то из вас раздражают формы современных команд На которых очень много рекламы И в итоге эти формы похожи на доску объявлений Рекомендую присмотреться к чемпионату Ватикана Здесь, само собой, на формах никакой рекламы нет Печальные итоги чемпионата Мы занимаем шестое место, никакой дупо Дедина не помогло И давайте напоследок я посмотрю, появились ли какие-нибудь интересные регены Местные, так, лучший потенциал у некоего Эммануэля Гаспарини 39, просто вау Друзья, надеюсь, что это видео было вам хоть, ну, хоть немножко интересным Но, с другой стороны, если вы досмотрели до этого момента То, наверное, было интересно Поэтому большое спасибо всем досмотревшим Всем лайкнувшим Всем откомментировавшим И отдельное спасибо Гордею Борисовичу, который поддержал канал аж на тысячу рублев И ничего не написал В любом случае, большое спасибо И спасибо Игорю, заславшему три сотки И написавшему вот такое сообщение в продолжении его сообщения из прошлого Из прошлой минутки респекта Антон Розиндал, это финалист Кубка Нидерландов 1986 года Как такое можно не знать Это же возмутительно Затем в 2006 команда вылетела из-за редивизии и обанкротилась Недавно вот выиграли седьмой дивизион Да А еще ты делаешь крутой контент Спасибо тебе за это Продолжай в том же духе Пять лет уже тебя смотрю на еду к Иссим Да, друзья, к Иссю, само собой, я обязательно прикормлю Где она сейчас, не знаю Наверное, наелась и спит Пока папка здесь копеечку зарабатывает В общем, идея Игоря была в том, чтобы я поиграл карьеру за Розиндал Но, если честно, начинать с шестого дивизиона Голландии Это... Посмотрим Друзья, кто хочет так же, чтобы ваше сообщение попало В следующее видео Информация по этому вопросу в описании Также там ссылка на прошлое видео Гляньте его, если не смотрели Тоже полезный, между прочим, интересный видос Хотя, блин, называть свои видосы интересно Как-то это... Ну, как-то это... Короче, видос Гляньте, а потом сами решите Интересно, неинтересно И ссылка на Твич-канал Само собой, ежедневные стримы Точнее, еженочные В общем, на стриме увидимся Либо в видосе Пока! Субтитры сделал DimaTorzok